Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Элины Речкину. Коротко о главных событиях в регионе. Контроль за коммунальщиками в Воронежской области будет ужесточен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона подчеркнул, что согласен с возмущением воронежцев, жалующихся на температуру воды в кранах, участившиеся проблемы с отоплением и прочие невзгоды из сферы ЖКХ. Губернатор уже поручил подготовить конкретные документы, в которых все обязательства коммунальщиков будут расписаны, цитирую, до цифры. Так, например, в централизованной системе водоснабжения горячая вода должна быть не холоднее 60 градусов. Александр Гусев напомнил, что главный ориентир для всех компаний, собирающихся и дальше работать на воронежском рынке ЖКХ, это обратная связь от горожан, особенно в условиях роста коммунальных тарифов. Вместе со сменой руководства региональной госжилы инспекции поменялся и тон общения чиновников с управляющими компаниями. Он стал гораздо более жестким. Спуску ответственным давать не будем, пообещал Александр Гусев. Жители Нового Отрадного бьют во все колокола. Причина массового недовольства жителей – беда с общественным транспортом. На 3,5 тысячи человек здесь ходит лишь один автобус, да и тот раз в полтора часа. О том, есть ли решение у этой проблемы, Никита Селезнев. В жилом комплексе Новая Отрадная людей много. И становится все больше. Привлекательного масса. Трассы далеко, хотя до столицы Черноземья, по сути, рукой подать. А за окном чудесный спокойный пейзаж. Вот только без собственного авто жить здесь сложно. Ведь маршрут общественного транспорта – всего один. Всю инфраструктуру для запуска второго подготовили еще в конце лета прошлого года. Остановка, разворотная полоса и даже тротуар. Не хватает главного – самих автобусов. У меня еще жил брат здесь, в соседнем доме. Он студент, еще работает. И вот ему пришлось переехать из-за того, что здесь вообще невозможно отсюда уехать. Даже я лично, когда с утра ездил на электричку, тоже не добраться. Приходится искать попутчиков, кто едет туда. В чате пишем, ищем попутчиков, кто может докинуть. Ну хорошо, люди отзывчивые. И чаще всего получается найти, кто довезет. Обращались уже мы в администрацию от Радного и в Усмане. Везде нам отписки приходили, что остановку, пожалуйста, в Черемушке приходите на остановку. Это представляете, в Черемушку, это там, я не знаю, сколько километров. Даже если выйти нам в сторону от Радного на 124-й, это больше километра. Нет ни освещения, ни дороги, по которой, то есть тротуара, чтобы человек мог идти, и его машина не сбила. Ситуацию осложняет расписание общественного транспорта. Автобус того самого, единственного пока маршрута, ходит до 8 часов вечера. Тем, кто работает дольше, приходится раскошеливаться на такси. Администрация поселения уверяет, решением транспортной проблемы они и сами обеспокоены. Но не все зависит от местных властей. Буквально за две недели до Нового года велись переговоры с департаментом промышленности и транспорта правительства Воронежской области по поводу обеспечения пассажирским транспортом. Да, нам дают ответ положителен. Проблема в том, что иногда просто думается запустить транспорт, требуется его на конкурсной основе направить. Вот решается вопрос проведения конкурса и организация автотранспорта, которая выиграет и выйдет на данный маршрут. Точные даты проведения конкурса, правда, никто пока не называет. Соответственно, и время решения транспортной проблемы жителей Нового Отрадного еще не определено. Впрочем, как только все организационные моменты будут решены и поиск перевозчика начнется официально, процесс пойдет быстро, обещают местные власти. Конкурс займет не больше двух недель. Желающие взять этот маршрут уже есть. Фекальная река прямо на проезжей части. На Остужевском кольце пришлось перекрыть часть полосы. Причина в аварии на канализационном коллекторе, которая произошла еще накануне. Работы продолжаются до сих пор. Для того, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, специалисты водоканала привезли перекачивающую установку. Но днем ее пришлось поменять на более мощную, так как первая с объемом зловонной жижи просто не справлялась. Ликвидацией последствий коммунального ЧП занимались три ремонтные бригады и вся необходимая спецтехника. Четыре машины техпомощи, гидромолот, экскаватор, самосвал и кран-манипулятор. Проблема в том, что изначально никто не знал, где именно прорвало коллектор. Ясно было одно – произошло это под проезжей частью. Поэтому первым делом специалистам пришлось удалять асфальт, толщина которого доходила до 60 сантиметров, и обследовать колодцы на предмет возможных подтоплений. И все это прямо посреди оживленной магистрали. Около полудня, несмотря на то, что часть полосы была занята спецтехникой, а рабочие постоянно ходили поперек дороги, какое-никакое движение на кольце сохранялось. Поток машин плотный, но без совсем уж без надежных заторов. При этом иногда приходилось и вовсе останавливать машины, чтобы техника могла правильно подъехать или развернуться. Однако позже стала появляться информация о пробках на Ленинском проспекте и улице Остужева. Большое движение машин, все это затрудняет, мешает близко ездить, надо выгораживаться. Это все осложняет, работает, затягивает. Но сейчас техника работает, потому что гидромолот работает все равно. Когда асфальт долбит, отлетает куски асфальта, необходимо огораживать, чтобы мошенники, проезжающие, не пострадали. Все для фронта. Такой квест пришлось пройти ребятам из 13-й школы Воронежа в рамках подготовки к всероссийскому конкурсу «Суперкоманда». Он призван определить лучшие волонтерские отряды патриотического направления. С кандидатами на почетное звание познакомилась Анна Медведева. Физики налево, медики направо. И еще семь тематических станций в рамках квеста по всему фойе 13-й школы. На каждой локации несколько заданий. Объединяет все тема Великой Отечественной войны. В интеллектуальных боях склеснулись две команды из седьмых-восьмых классов. Придумывали испытания старшие товарищи, ученики десятых-одиннадцатых. Они же местные волонтеры Победы. Так что события 1941-1945 знают на отлично. Хотя, говорят, во время подготовки к заданиям и для себя узнали немало нового. Вот я, например, рассказываю про медиков, вклад медицины в Победу. Что сделали, как разрабатывали, в каких условиях работали. Ужасные условия. И самое основное у меня пеницелин разработали. Как рассчитывали максимальный груз, который можно отправить по льду Ладожского озера. Как работали фронтовые почтальоны, помогали ковать Победу военные музыканты, спортсмены и художники. После каждого экскурса в историю на эту же тему задания. К примеру, собрать санитарную сумку. Для многих ребят квест «Все для фронта» стал открытием и очередным подтверждением того, что память нужно бережно сохранять. И делать это должно в том числе и подрастающее поколение. Это очень интересно. Как бы узнать, что было, прошлое и как все происходило. Ведь это немалая часть нашей истории. У меня моя прабабушка, она разминировала наш город. И это было очень, как бы, ну, смертельно опасно. Но она выжила и прожила довольно долгую жизнь. Она рассказывала моей маме, своей дочери, моей бабушке, о том, что как она разминировала, какие были трудные ситуации. Патриотическое воспитание в 13-й школе – дело привычное. Трепетное отношение к истории здесь взращивают многие годы. Причем, начиная с начальных классов. Есть тут и добровольческие отряды, медицинские, волонтеры победы и культуры. Дети поют, танцуют и, в общем, развиваются всесторонне. Все эти направления работают в рамках объединения «Росток», которое до недавнего времени было первичной организацией российского движения школьников. А в скором времени станет ячейкой движения первых. Этот аналог пионерии появится в каждом учебном заведении страны. Курировать деятельность ребят станут советники директоров по воспитательной работе. По сути, старшие вожатые. Наша основная обязанность и задача – это прививать детям все-таки патриотические нотки. Это любовь не только к родине и к родному краю, но и саморазвитие. Да, школа – это хорошо, обучение – это хорошо, это важно. Но не надо забывать и о тех навыках, которые пригодятся в будущем. И волонтеры, и те же юно-армейцы, которые у нас тоже имеются, которые тоже теперь будут состоять в движении первых, они так или иначе приобретают и находят для себя что-то новое, либо развивают в себе то или иное качество. Между тем, задача юных любителей истории с 13-й школы по результатам квеста «Все для фронта» – войти в 20-ку лучших команд страны. Это будет непросто, учитывая, что в нынешнем году участие во всероссийском конкурсе принимают многие регионы. Впрочем, главное, говорят здесь, совсем не победа, а те знания, чувства и эмоции, которые получают в процессе. Инвалидность – не приговор. Теперь получить новую, а главное, востребованную профессию даже с учетом весьма ограниченной мобильности реально, причем всего за несколько месяцев. В столице Черноземья начал работу учебно-ресурсный цех номер один «Доступная среда». Первый, он в прямом смысле этого слова, аналогов в стране пока просто не существует. На его базе под чутким руководством опытных наставников можно освоить работу фрезеровщика, научиться сварке черного и цвет мета, в совершенстве овладеть навыками использования лазерного печатного станка. Плюс малярное дело, всего пока восемь компетенций. В перспективе строительство здания-гостиницы для иногородних учеников, оборудованного специально для колясочников. Производственные мощности нового цеха оценил депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, подобную практику можно и нужно копировать по всей стране. Важно, чтобы люди, особенно с приобретенной инвалидностью, чувствовали особую поддержку и были полноценными членами общества. Мы постарались реализовать новую технологию обучения, которая состоит из, по сути дела, двух этапов. Первый этап – это теоретический, благодаря которому человек может обучиться и взять всю теорию, причем не находясь здесь, а удаленно, потому что мы снимаем учебные фильмы, специально адаптированные и для слабослышащих, и для слабовидящих и так далее. И уже когда он всю теорию удаленно изучает, удаленно сдает экзамены нашим наставникам, после этого мы его приглашаем к нам, и здесь он приезжает и в индивидуальном, по сути дела, порядке с нашими наставниками, получает навыки профессии, причем получает очень быстро. То есть 2-3 месяца мы готовим человека, и он уже выходит от нас работать на реальное промышленное предприятие. Проект, который сегодня продемонстрировал Александр, он заслуживает не только поддержки на уровне региона, но я бы, конечно, обратил внимание на то, что возможно его масштабировать дальше в других регионах. Приглашать сюда, получать профессиональные навыки людей пока из, может быть, центрального Черноземья, из ближайших областей, в принципе, можно и масштабировать, потому что из Дальнего Востока или из Сибири не налетаешься, а вот сделать такие цеха и такие курсы ввести в других регионах, я считаю, это вполне возможно. Это большая, интересная история, и это очень серьезный проект. Возможно ли сыграть сочинения пьецолы, баха, рахманиного, сэн-санса и других композиторов, не касаясь инструмента? Конечно, если это термин вокс. В камерном зале ВКЗ выступил необычный во всех смыслах музыкант Петр Термен, правнук человека, который и придумал термин вокс, став таким образом прародителем всей электронной музыки. Как возникает мелодия из воздуха, на что похож звук этого инструмента, сложно ли играть на нем? В этих и других нюансах разбиралась Кристина Штерн. Термин вокс вот уже более ста лет остается единственным музыкальным инструментом на Земле, на котором можно играть без прикосновений. Создал его в 1920 году российский гений, инженер-изобретатель Лев Термен. Именно с этого момента принято отчитывать историю электронной музыки во всем мире. Теперь дело своего легендарного предка продолжает правнук Петр Термен. Он говорит, термин вокс – это идеальное сочетание физики и музыки. Термен вокс сразу появился в каком-то смысле совершенным, поэтому он не сильно изменился за сто лет своего существования. Мы ведем школу термин вокса и сейчас потихоньку начинаем тоже делать российские термин воксы, русские термин воксы для наших учеников. И надеюсь, что это будет развиваться, потому что в конце концов инструмент был создан именно у нас. В Воронеж правнук создателя термин вокса привез уникальную программу «Музыка из воздуха» – от баха до космоса. Идею совместного концерта Петр Термен и воронежские музыканты лелеяли со времен пандемии. В итоге публика услышала авторские переложения классических и современных композиций, причем в сочетании древнего и двух современных инструментов – арфы, термин вокса и электрического органа 70-х годов. Дополняли музыку стихи русских поэтов – Высоцкого, Осадова, Волошина и других. Мы хотели немножко оторваться от повседневных проблем, мы не стали использовать тему любви в этой программе. Мы больше сделали акцент на космическом абсолюте, на идее Творца, о том, что Вселенная большая, Вселенная мудра по-своему. И эту мудрость мы черпали в музыке Игана Себастьяна Баха, в музыке Сенсакса. Программа получилась достаточно интересная по своему содержанию, но все равно она несет очень большой поток света, поток положительной энергии. Принцип работы термин вокса заключается в том, что когда руки подносятся к инструменту, изменяются параметры невидимого электрического поля, а именно высота и громкость звучания. Это сверхчувствительный инструмент, реагирует даже на микродвижения не только рук, но и тела. Причем на звук влияет и вес человека, его дыхание и любое покачивание. Поэтому, чтобы научиться играть на термин воксе, нужно колоссальное терпение и практика, минимум несколько лет. Термин вокс еще очень здорово развивает слух и координацию. Координация, кстати, здесь довольно интересная, потому что правая рука движется вперед и назад, а левая вниз и вверх. И это необычная координация. Ко мне приходили как-то на занятия барабанщики, и надо сказать, что несмотря на то, что у них координация потрясающая, потрясающая, но в случае с термин воксом им было непросто. Поэтому исполнитель на термин воксе, он должен быть, с одной стороны, очень сосредоточен, а с другой стороны, очень расслаблен. Поэтому некоторые сравнивают это с медитацией или йогой. Между причем и антенной у нас как будто бы гриф, как у велончели или скрипки, и он меняется от температуры, влажности, помещений. И вот здесь есть ручка, которая отвечает за его настройку. Есть ручка, которая отвечает за настройки тембра. То есть у одного термин вокса обычно несколько вариантов звучания. И исполнитель настраивает тот, который подходит ему больше всего. Термин вокс переводится как «голос термена». По своему космическому тембру он похож на скрипку или велончель, но по вибрации и плавности ближе всего к человеческому голосу. При этом диапазон инструмента до восьми октав. Благодаря своей универсальности он уместен в самых разных музыкальных направлениях – от этно до джаза. И здесь огромное пространство для эксперимента. Абсолютно необычный инструмент по своей простоте, но при этом он благодаря своей адаптивности очень хорошо сочетается практически со всем. То есть он может и в оркестре, он может в современной музыке использовать. И в основном там и используется. У него практически бесконечное дыхание, и музыкант может воплощать абсолютно любой замысел. Концерт мне очень понравился. Ну, он, ну как это сказать, был в стиле будущего. Похоже вообще на туннель в космосе. Конечно, необычно. Это несравнимо ни с чем. До этого я не встречала больше такой музыки. В завершении концерта Петр Термен пообщался с публикой и рассказал ей о Терменвоксе. Ну, а после дал небольшой мастер-класс для всех желающих. А наиболее пытливые зрители даже попробовали поиграть на этом необычном инструменте. Черная полоса Воронежского бурана прервана. В первой встрече Нового года, проходившей в Ростове, ураганные, которые до этого проиграли 15 матчей подряд, смогли одолеть хозяев площадки. Уже на старте коллектив Дмитрия Крамаренко обеспечил себе преимущество в две шайбы. Открыли счет воронежцы на 46-й секунде стараниями Никиты Устиненко и Павла Макаренко. Спустя еще две минуты наша команда повторила успех. Бывшего вратаря бурана Андрея Литвинова теперь огорчил Дмитрий Огурцов. В начале второго периода место в рамке хозяев занял Никита Масленников. Но и он пропустил на экваторе матча Дмитрий Соловьев. При поддержке Огурцова увеличил отрыв бурана до трех шайб. К сожалению, незадолго до второго перерыва в атаке преуспели и ростовчане. 19-летнего воронежского голкипера Егора Вельмакина, дебютанта в высшей лиге, застал врасплох Дмитрий Носков. За полторы минуты до конца периода гости остались на льду втроем, но героически выстояли. По броскам в створ во второй 20-ти минутке ростовчане имели почти трехкратное преимущество – 15-6. В заключительном отрезке матча тенденция сохранилась, но цель хозяев больше так и не поразили. А вот Буран в четвертый раз изменил счет. На 46-й минуте окончательный результат установил Максим Казаков. Итог – 4-1 в пользу ураганных. Это первая победа бурана с 7 ноября и первая под руководством Дмитрия Крамаренко. Большое, огромное спасибо болельщикам с победой, с долгожданной в новом году. Мы заслужили, мы не были равнодушны ни в одной игре, ни в одной не были равнодушны. Мы в любой заслуживали победы, из тех, может даже не меньше, чем сегодня. Мы там делали по 45 бросков, но сегодня случилось. И сегодня, наконец-то, нас никто не будет утешать. Мы сегодня будем гусарами. Понятно, что сейчас кто-то будет смеяться над нами или надо мной, как это делают в комментариях. Ну, пусть смеются. Я очень рад за ребят. Поэтому ребятам большое спасибо. Их с победой. И болельщикам с победой. Далее в календаре Бурана четыре матча на домашней площадке. Ближайший состоится 17 января против Барса. В начале октября в гостях воронежцы разгромили казанцев с теннисным счетом 6-1. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий и скоро увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова